Автобус двигался по шестому маршруту. В момент происшествия в нём находилось не более десятка пассажиров. Не повезло девушке, стоявшей на выходе. Она сильно ударилась о поручень. Очевидцы сразу отправили её в больницу на попутной машине. Двоих водителей зажало в кабинах. Их вызволяли спасатели. А кондуктор вылетела через разбившееся лобовое стекло на асфальт. У нас на предприятии есть здравпункт. Там фельдшер дежурная. Вот дежурная фельдшер вышла и оказала первую помощь. Ну а что она сделала? Поставила укол обезболивающий кондуктору конкретно. Шофёру убрала стёкла с волос и наложила повязку. Всех четверых пострадавших доставили в медучреждение Красноярска. Их состояние не вызывает опасений врачей. Трое из них доставлены в травмпункт, где врачи констатировали повреждения мягких тканей лёгкой степени. Все они были отправлены на амбулаторное лечение. Одна из пострадавших была доставлена в крупный стационар города, где после проведённого обследования женщине была предложена госпитализация. А часом ранее на этом же месте произошла ещё одна авария. И по мнению свидетелей, именно она стала причиной столкновения автобуса и грузовика. Я так думаю, что водитель отвлёкся на эту аварию, засмотрелся и, видать, выехал на встречную полосу. Начал торможение, а уже было поздно. Во всех бедах владельцы пострадавших автомобилей винят водителя вот этой «Тойоты Калдина». По их сведениям, раньше, чем совершить ДТП здесь, он зацепил автомашину в районе пожарной части. И, скрываясь с места происшествия, допустил выезд на встречку. Как следствие, столкновение с припаркованным «Фордом», который от удара отлетел на несколько метров и помял ещё четыре автомобиля. Водитель «Тойоты» с места происшествия скрылся. Свидетели уверены, неспроста. Сами представьте, какая скорость была. Если вот эта машина стояла примерно где-то внедорожник, где-то там стоял. И вот он собрал вот эти пять машин, и ещё он куда улетел. То есть скорость, по всей видимости, была приличная у него. Когда он врезался, собрал все вот эти вот машины, подъехала ещё одна машина, он сел в неё и уехал. В таком вот состоянии, ну, сказать трудно. Как говорится, пьяный, трезвый. Ну, как говорится, следствие покажет. Ещё одно серьёзное ДТП на этот раз со смертельным исходом произошло в Ачинском районе. На 660-м километре трассы М53 столкнулись две фуры и легковушка «Хёнде». Иномарку буквально разорвало. Двое человек погибли на месте. На данный момент проводятся все следственные действия по установлению причин, случившегося. Движение было на федеральной трассе временно ограничено. На сейчас затруднений движения нет. В данном случае перед нами с вами автомобиль одет, переобутый в зимнюю резину. Следствие будет разбираться, что случилось причиной дорожного транспортного происшествия. И всё же чаще в ДТП попадают водители непереобутых авто. Хотя синоптики неоднократно предупреждали и о снеге, и о гололёде, обычные для октября погодные колебания словно вновь стали сюрпризом для водителей. По крайней мере, судя по количеству аварий. На данный момент на территории краевого центра зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий. Из них три ДТП с пострадавшими. В этих авариях пострадали шесть человек. Два ДТП произошли с участием пассажирского транспорта, одно с участием пешехода. И этот день ещё не закончился. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными. Анна Московских, Денис Тимошенко, Анастасия Гаврилова. Новости.